Ничего делать будет. Подсказку я уже сказал. Если есть в шахматном порядке белое и черное, то происходит мигание. Это все понимают? Да. Но до бесконечности нам нельзя. И нам нужно, чтобы количество увеличилось. Значит, имеет смысл взять шахматную раскраску и ее, чтобы это ограничить таким борхинчиком из черных хлеб. Но тогда получается увеличение меньше, чем в два раза. Что делать? Ну, ладно, я чувствую, что не дождусь. К сожалению. Кстати, давайте зафиксируем вот этот момент. Фантазия в математике. Большинство из вас сейчас сидят и на самом деле не понимают, что называется, а что же делать? В каком же направлении, да? Это же не важно, что как? Надо уметь придумывать. Надо уметь, что называется, вагировать что-то, да? Начинаю показывать пример. Давайте я делаю так. Нарисую большую квадратную досу. Вот у меня уже 4, да? Вот это вот 4. А дальше ужасно. Дальше надо еще каждую из этих клеточек разделить по вертикали на 3. И тогда у меня получится 12. Согласны? Вам-то в тетраде вообще ничего делать не надо, потому что у вас и так клеточки. Вот. А мне приходится работать. Дальше идея. Давайте, чтобы гарантировать себе, что у нас картинка, что у нас не исчезнет вообще, давайте границу всю заполним черными клетками. Да, всю границу заполним крестиками. Объясняю, почему я этого не боюсь. Потому что, когда я возьму не доску 12 на 12, а, не знаю, миллион на миллион, то вот эта вот полоска, эта граница будет все равно небольшую часть клеток занимать. То есть, сейчас это, конечно, довольно много клеток, но при больших размерах доски получится не так уж и много. Я потом выпишу в общем виде. Одно оставил пустое, это не страшно, я сейчас сделаю. Важнее другое. Господа, я сейчас попытаюсь сделать так же, как здесь, только лучше. Значит, что было здесь? Здесь было здорово. Здесь чередовались белое и черное. Правильно? И все это срастало. А вот я сделаю так. Я белую полоску возьму, а здесь сделаю в шахматном порядке. Сейчас увидите, что будет дальше. Опять белую возьму, а здесь опять сделаю в шахматном порядке. То же самое, белая полоса, а здесь опять сделаю в шахматном порядке. Господа, большая просьба в тетрадь себе нарисовать эту картинку и после этого подумать, что произойдет с этой картинкой в следующий момент времени, в следующий момент. Смотрите, во-первых, понятно ли вам, что граница навсегда будет из крестика? Потому что вот у этого крестика есть соседи, значит, он останется крестиком. У этого есть соседи, значит, он останется крестиком. То есть граница, она, ну, граница не будет никак перекрашиваться, всегда будет из крестика. Вот эта клетка во что превратится? Крестик. Опять-таки навсегда. И это станет крестик навсегда, потому что этот крестик и два, да? То есть после первого момента времени, вот эти станут крестиками. Отлично. Что произойдет здесь? Вот эти клеточки чем станут? Крестиками. А эти крестики чем станут? Белыми. Ребята, вот в этой полосе произойдет замена крестика на нолик. Понятно, да? И в этой произойдет замена крестика на ноль. И в этой, вот так вот, да, они поменяются все это в этот соседик. Замечательно. А дальше смотрите, что будет в следующий момент. Здесь опять назад поменяется. А здесь, раз это крестик, то, когда вот здесь будет крестик, то этот крестик, этот крестик, и этот крестик дадут сюда что? Крестик. И постепенно будет зарастать. И в какой-то момент эта полоса что сделает? Зарастет крестиками. А как только здесь зарастет крестиками, то этот крестик с этими двумя даст что? крестики и это вся штука полностью зарастет крестиками а значит и это станет всякой и начнет дальше зарастать ребята вот если проследить я не хочу рисовать много картинок потому что как даже обозить рисовать тяжело но если вы проследите то вы обнаружите что все вся доска зарастет крестик теперь важен подсчет во-первых сколько будет 12 умножить на 12 144 всего полей у нас на доске 144 теперь сколько крестиков ну давайте начнем с того сколько на границе известный прием это господа 4 раз по 11 правильно это 44 хорошо теперь еще здесь есть вот такие три полосы каждый раз два три 4 5 6 7 8 каждый по 10 штук три раза по 10 это сколько всего получается 74 что я могу сказать у меня семьдесят четыре крестика а на доске сто сорок четыре следующие 74 умножить на 2 это вообще-то сто сорок восемь то есть я на вас умрался что у вас меньше чем в два раза а у меня тоже меньше чем два раз все понятно что это означает а это означает что я взял недостаточно большую а давайте я сейчас пойму по какому принципу вообще берем эту доску и сколько там будет клеток а принцип на самом деле простой смотрите у нас есть вот такая штука такая штука 333 еще есть целиком белая полоса и вся граница согласно так вот давайте оба представим себе теперь себе что мы возьмем доску 12 на 12 а доску размером 15 на 15 кто знает сколько будет питаться 225 давайте посмотрим что при этом будет происходить с этими числами 225 вот это сколько будет на граница здесь было 4 умножить на 11 а там будет 4 умножить на 14 4 на 14 56 теперь из скольки клеток будет состоять такая полоска она будет на три клетки длиннее здесь она была из 10 она будет из 13 значит 13 только надо будет умножить уже не на 3 она 4 13 на 4 до 52 сумма это сколько 108 господа 108 это меньше чем меньше чем половина от числа значит если я не поленился бы и нарисовал тоску размером не 12 на 12 а 15 на 15 то у меня закрашенных клеток было бы 108 а через некоторое время стало было бы их 225 произошло бы увеличение больше чем в два раза но на самом деле это еще и самое интересное самое интересное будет когда мы напишем эти числа в общем любите какая будет доска у нас есть квадрат из чего он состоит полоса ширины 1 он состоит из полосок размером в три клетки их много да их много таких полосок и здесь вот белая полоса согласны давайте пусть таких полосок будет н штук тогда ширина всей этой нашей будет такая единица это вот эта вертикальная полоса плюс 3 н это вот энд таких штук плюс единица это белая полоса и еще плюс единица всего получается 3 н плюс 3 так все понятно все понятно ой слушайте я хитрый а давайте я введу новое обозначение м это н плюс 1 тогда вот это можно будет написать 3 м это не случайно у нас там было до 12 до 12 до 15 до 15 до 15 а все время делилось на 3 значит доска получилось 3 м где м на единицу на больше чем количество таких молоток это понятно почему потому что здесь единичка и здесь это тоже отлично теперь поехали писать поехали писать уже через букву м сколько будет закрашенных клеток это очень просто если всего здесь 3 м да клеточек то чтобы понять из чего состоит вот эта вот граница надо сделать так 4 умножить на 3 м минус 1 в это все верят или нет да что это это понятно или непонятно всего клеток здесь 3 м а почему 4 на 3 м минус 1 потому что надо считать все кроме этой 3 м минус 1 потом идет все кроме этой потом все кроме этой и все так вот столько граничных клеток отлично плюс вот теперь плюс в каждой такой полосе у нас сколько будет черных клеток понятно сколько на каждой горизонтали одна то есть 3 м минус 2 3 м минус 2 3 м минус 2 вопрос сколько таких полос n штук n это м минус 1 вот ребята мы с вами должны ответить на такой вопрос как соотносится вот это число с площадью с площадью квадрата почему равна площадь квадрата нет и 6 площадь квадрата давайте фиксировать площадь квадрата это это надо перемножить сторону на себя получается 9 м в квадрате согласны да все отлично площадь квадрата произведение его сторон хорошо хорошо теперь теперь начинается ужасная работа здесь по раскрытию скобок работа по раскрытию скобок а вообще-то не такая уж она и страшная так поехали 4 умножить на 3м минус 1 это сколько это 12м минус 4 да я обозначу какую-нибудь букву и теперь формула раскрываешь букву n это что такое 4 умножить на скобку это надо каждое умножить это будет 12м минус 4 хорошо как перемножают эти две скобки есть такое правило каждая на каждое 3м на м это будет 3м в квадрате хорошо минус 2 на м так и пишем минус 2 3м на минус 1 так и пишем минус 3м минус 2 на минус 1 минус на минус дает лишь значит сколько это будет Это будет 3m в квадрате плюс 7m. И вот теперь возникает приинтересная штука. В сколько раз вот эта величина отличается от вот этой? И, господа, здесь работает замечательная теоретическая идея. Но, когда число m очень большое, то на это слагаемое можно вообще внимания не обращать и на эту же теоретику. Это очень важная вещь. Если вы берете небольшое число m, скажем, m равно 2 или 3, тогда, конечно, 7m это вполне такая интересная величина. А вот если вы возьмете в качестве m миллиард, то смотрите, что у вас здесь будет. У вас здесь будет 3 миллиарда раз по миллиарду. А здесь, конечно, будет большое число. Но всего лишь миллиард миллиардов и 7 миллиардов. Это совершенно разные вещи, понимаете? Поэтому можно на это не смотреть. И на это можно смотреть. А эти величины 3m в квадрате и 9m в квадрате. Сколько раз отличаются? 6. Нет. В сколько раз? В сколько раз? 9m в квадрате больше? В 3 раз. Значит, мы доказали замечательный факт. Можно увеличить количество черных клеток почти в 3 раза. Ну, давайте, чтобы вам стало понятнее, я все-таки явным образом напишу значение вот этого выражения, когда число m равняется тысяче. Тогда, наверное, станет проще. Вот это число, если m равно тысяче, это 3 миллиона 7 тысяч минус 2. Это на самом деле 6 тысяч 998. Согласны? А в углу число 9m в квадрате. Это будет 9 миллионов. Это число? Это почти что в 3 раза меньше. Правда? Да. Почти что. Почти что. Потому что вот эти вот 6 тысяч 998, они небольшую часть составляют, да? Хорошо. Так, давайте зафиксируем, просто первая часть занятия на этом вот, значит, задание сделаем. Так, мы научились почти в 3 раза увеличивать количество черных клеток. Картинка для этого вот такая. Все? Просто в первую часть занятия на этом закачивается. Понятная идея? Здесь белые полосы, а между ними такие ширины 2. Кстати, интересный вопрос. А в пространстве такую картинку придумать можно? Наверное. Наверное. А как? Кубик. Самая только... Задача та же самая. Есть кубики. У каждого кубика сколько соседних будет по грани? 6 штук. Можете ли вы указать конструкцию, когда вот так вот по большинству происходит перекрашивание, да? И когда увеличение будет почти в 4 раза. А точно так же это как? 12 на 15 сделать. Такой кубик. 12 на 15. Да. А как там раскраска? Та же сам раскраска. Как? По границе было надо... Нет. Ребята, смотрите. То, что надо брать большой кубик, это понятно. Это мы уже поняли. Правда? Большой кубик. То, что его границу имеет смысл всю делать из черных кубиков, это тоже понятно. Вопрос в другом. Как там быть с этим? Так вот. Беру кубик. Повторяю. Вся граница из черных кубиков. А дальше такая вещь. Смотрите. Как здесь была белая. Сделаем только на этот раз целый слой. Целый слой белых кубиков. Над ним два слоя, покрашенная чередуясь. Белый черный. В шахматном порядке. Примести пространство? Тоже можно. Вот. Потом опять целиком белый слой. Потом опять в шахматном порядке. Целиком белый слой. Опять в шахматном порядке. Два слоя, да? Давайте поймем тогда какая будет примерно доля черных кубиков. А уже просто. По большому счету, то есть не обращать внимания на границные эти эффекты, у нас будет целиком белый слой. Еще два слоя, которые наполовину. Так что будет такая идея. Значит, из трех слоев один будет вообще без черных кубиков. А следующий будет наполовину заполнен. И следующий наполовину заполнен. Половинка, половинка и ноль. Это в сумме сколько? Это в сумме что? Один. Один. Если это один, значит, какую долю составляют эти самые черные кубики? Нет, у меня одну вторую. Одну третью. Правильно? У нас есть три слоя. Пустой, наполовину заполненный, наполовину заполненный. Значит, ноль, одна вторая, одна вторая. Это сколько уже? Половина и половина. Сколько будет? Один. Один. Один от трех. Это какая доля? Одна третья. Вообще-то это ужасно. Я же хотел одну четверть. То есть вот дословное повторение нашей конструкции дает ту же самую, к сожалению, одну третью. То есть у нас опять одна треть заполнена. Ну и соответственно. А может быть в пространстве нельзя заполнить больше, чем три? Больше, чем в три раза. А, кстати, интересно. А на плоскости больше, чем в три раза можно? Да. Итак, сейчас есть два вопроса. Вопрос первый. Придумав конструкцию для плоскости, я захотел быстро-быстро то же самое сделать в пространстве. И получилось, что в те же самые три раза, да. Вот. А я-то думал, что получится лучше. Но ничего. И вопрос другой. А как доказать, что больше, чем в три раза невозможно увеличить количество черных влечах? На плоскости. Есть у меня плоская картинка. Вначале было сколько там этих крестиков. Вообще, посмотрите, картинка я не знаю, какая. Вот здесь вот, там, на этой картинке увеличивается примерно в три раза. Замечательно. А в общем случае, я же не знаю, как крестики располагаются. Вот, господи, если у меня были надежды, что вы придумаете вот эту картинку с крестиками, потому что, на самом деле, все-таки ничего такого сверхъестественного-то в этом нет, да. Догадаться до шахматного порядка не так трудно. То сейчас нужна некоторая абсолютно новая идея. Но с другой стороны, тем важнее, чтобы вы сейчас попытались понять, что происходит. Продолжение следует...